здравствуйте ребята мы рады с вами встретиться в школьной лаборатории и проведу этот урок с вами я дымовская галина еленична учитель химии лицей василий лупу кишинев и сегодня мы с вами разберем практическую работу очистка поваренной соли мы на прошлых уроках изучили с вами все способы очистки и конечно же мы должны научиться очищать загрязненную поваренную соль в конце урока вы будете способны характеризовать методы разделения смеси практически применять эти методы конкретным смесям условиям и конечно же мы закрепим умение формулировать свои собственные выводы о пользе знаний о веществах и их превращениях друг в друга но ребята для того чтобы мы с вами могли работать лаборатории есть несколько непреложных правил правило номер один это перед выполнение любой экспериментальной работы нужно повторить правило техники безопасности и правило следующие открой пожалуйста учебники страница 6 открой учебник страницы 6 и повторили все правила по технике безопасности следующее внимательно прочитай прочитав все обратив внимание на правило работы со спиртовкой и правило отбора веществ я особо хочу обратить внимание на правиле первом запрещается брать вещества руками для этого есть специальные ложечки шпат или лопаточки обращаю внимание что для перемешивания веществ стакане использую стеклянную палочку на которой есть надет небольшой отрезок резиновой трубки для того чтобы не разбить пробирку стакан следующее правило помни что нагревание веществ проводят то верхней части пламени потому что она самая горячая и так правило номер два никогда не выполняй экспериментальную работу находясь один для одна дома в лаборатории или дома как я уже сказала если хочешь выполнить самостоятельно эту или другую работу то спроси разрешение у родителей у семьи и выполняй под их присмотром внимательно рассмотри поваренную соль и песок результаты сведи в таблицу ну к примеру и песок и соль по агрегатному состоянию твердые вещества дальше ты заполнишь эту таблицу самостоятельно следующее смешай по одной ложечке поваренной соли речного песка в отдельном стакане внимательно рассмотри полученную соль и в лабораторный журнал или в тетрадь вносишь свои наблюдения мы помещаем в наш стакан ложечку соли пищевой обратите внимание это соль который есть в наших магазинах помещаем сюда песок одну ложечка песка одну ложечку песка и перемешиваем эту смесь давайте мы внимательно рассмотрим эту смесь она видна невооруженным глазом занесите свои наблюдения в таблицу следующее задание прилив стакан 15 миллилитров воды осторожно перемешиваем содержимое стеклянной палочкой также рассмотри полученную смесь и свои наблюдения внеси в лабораторный журнал или тетрадь сейчас мы поместим нашу смесь к нашей смеси добавим немного дистиллированной воды я возьму 15 можно взять 15-20 миллилитров я поместила 20 миллилитров воды и выливаю нашу смесь обратите внимание что песок оседает на дно а соль растворяется соль практически вся растворилась следующее задание приготовить нужно фильтр и укрепить его в воронке а воронку укрепляем в кольце лабораторного штатива сейчас мы приготовим вару фильтр мы берем фильтровальную бумагу складываем ее пополам и еще раз пополам затем мы разворачиваем получаем вот такой конус и проверяем она на 5 миллиметров края ниже отверстия горлышко воронки для того чтобы фильтр у нас вот так не выскакивал мы его смочим дистиллированной водой тоже над он промокнет и прилипнет к стенкам вороночки покрутим вот так вот чтобы и фильтр наш готов далее даем смеси отстояться по стеклянной палочке наливаем загрязненный раствор поваренной соли обратите внимание на картинке здесь указаны мы с вами на предыдущих уроках это разбирали все свои наблюдения зафиксирую в тетради или лабораторном журнале мы дали смеси отстояться как я уже сказала песок осел на дно а соль находится в растворе помещаем под кольцо стакан в него помещаем нашу воронку приготовленную с фильтром и носик воронки устанавливаем так чтобы жидкость стекала по стенке а теперь наливая по палочке не просто наливая потому что жидкость потечет и потечет нам на стол мы по палочке осторожно наливаем нашу наш раствор даем ему полностью стечься когда в воронке раствора осталось мало мы добавляем еще раствор и так до тех пор пока мы не выльем весь раствор на дне остается песок даже если какие-то крупиночки песка пройдут до фильтра они на фильтре и задержится вот мы сейчас подождем пока весь раствор отфильтруется и затем мы с вами приступим операции выпаривания укрепляем кольцо лабораторного штатива на такой высоте чтобы самая верхняя часть пламени касалась дна фарфоровой чашки почему потому что она самая горячая осторожно зажигаем спиртовку и также осторожно нагреваем фарфоровую чашку до появления первых белых кристалликов по кромке чашки когда вы увидите появление кристалликов соль можно прекратить нагревание погасив спиртовку также все свои наблюдения фиксируем в лабораторном журнале сейчас мы с вами приготовили прибор фарфоровую чашку для выпаривания воды из нашего раствора сначала я подожгу спиртовку для того чтобы проверить высоту пламени помните что самая горячая часть пламени это верхняя верхняя поэтому мы с вами проверяем вот как раз кольцо установлено таким образом что донышко фарфоровой чашки будет находиться на самой горячей будет касаться самой горячей часть пламени и также по стеклянные палочки аккуратненько выливаем наш раствор и даем ему закипеть ребята обратите внимание уже видны всполохи пары воды как вода испаряется но нужно подождать пока вся вода не испарится и на дне чашки останется наша с вами очищенная соль мы получили сухую соль вы можете даже сравнить с тем какая она была приведи свое рабочее место в порядок обязательно нужно вымыть всю использованную посуду и вымыть руки с мылом для полного смысле неуверенного оформить отчет о проделанной работе при оформлении отчета можно воспользоваться параграфом 32 на странице сотой сделай вывод из проделанной работы и в помощь для оформления отчета можно воспользоваться фиксировать действия которые мы проводили как растворение поваренной соли наблюдать что происходит когда мы добавили воду к этому раствору можно записать в воде находятся многоточие зарисовать рисунок описать что останется на фильтре и так далее то есть вы должны будете еще и описать внешний вид конечной поваренной соли также для оформления отчета можно воспользоваться можно ответить на вопросы какие свойства поваренной соли и песка лежат в основе их разделения какие свойства соли и воды лежат в основе разделения соли от воды какую смесь однородную или неоднородную мы очищали какие способы разделения в целом использовались сегодняшней работе напиши химическую формулу и название полученного чистого вещества спасибо за урок